Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Кто бы мог подумать еще пару лет назад, что подобное можно будет услышать от главы Минфина США Джанет Йеллен. На очередных слушаниях в Конгрессе она вдруг заявила, что главным страхом у нее является процесс дедоларизации. С чего вдруг? Ведь еще совсем недавно у нее была железобетонная уверенность в том, что все эти разговоры вокруг ослабления доллара не более, чем пиар Владимира Путина и Ко. В 2022 году после введения санкций, которые отпустили нож гильотины и он понес на башку доллара, Йеллен говорила, не думаю, что у доллара есть какая-либо серьезная конкуренция и вряд ли она будет в течение длительного времени. Такой наивняк. Но подобные заблуждения были у многих политиков и экономистов прозападного толка. Всем казалось, что позиция доллара еще как минимум 5 десятилетий останется незыблемой. Однако не прошло и пары лет, как всем стало понятно, что система рушится. Еще одно заявление Йеллен двухлетней о том, что делает доллар резервной валюты у нас самые глубокие и ликвидные рынки капитала из всех стран на земле. Казначейские ценные бумаги надежны и чрезвычайно ликвидны. У нас хорошо функционирующая экономическая и финансовая система и верховенство закона. На самом деле нет другой валюты, которая могла бы соперничать с ней в качестве резервной валюты. Теперь уже это становится смешным. Хочется пробежаться по пунктам у этого гудспича. О надежности ценных бумаг говорить неуместно. Последнее заявление саудитов о готовности слить все ценные бумаги стран щемь в случае конфискации активов говорит само за себя. О избавлении Китая от государственных обязательств США вообще не стоит комментировать, и так все понятно. Экономическая система демонстрирует очередной пузырь, который заявляет вот-вот лопнуть и забрызгать весь мир. Верховенство закона. Вы серьезно? Воровство золотовалютной резервы – это закон? Грабеж частной собственности по всему миру – это закон? Вмешательство во внутренние дела суверенных стран и их принуждение и подчинение интересам США – это закон. Клевать на такую фальшивку остается все меньше желающих. От Америки отворачивается весь глобальный юг, да встань и запада не все готовы слепо следовать в пропасть. Находятся венгры, словаки. Иногда трезвеют турки. Альтернативные пути ищет не только Россия, но и другие заинтересованные в развитии страны. БРИКС стал основной площадкой для откази долларовой системе. Страны все больше объединяются вокруг РФ, чтобы не дать потопить островок надежды человечества на лучшее будущее. Объединение ищет достойные варианты замены доллара, и они однозначно будут найдены. Уже на следующем саммите ожидается прорывное решение. Кстати, ШОС тоже подключается к этой работе и тем самым демонстрирует, что попытки Запада напугать их санкциями уже не прокатывают. На фоне санкционного психоза, где доллар приобрел статус основного, стало очевидно, что закручивается спираль государственного долга США. Она буквально улетает в космос. Никакого управляемого процесса больше нет. Глобальные инвесторы просто в шоке. Такого еще не бывало. Трамп заявляет подорвать все устои экономики и ввести 60% тариф на все китайские товары, а навозимые в США авто вообще 100%. Его замы разработали проект 2025. Уникальный фолиант содержит 900 страниц машинописного текста, и там есть шикарные размышления о том, что Федеральную резервную систему США пора упразднить.